В общем, я решил записать видео, чтобы показать, что я имею в виду под своим фантастическим исследованием и как там связано это все с энтропией. Не уверен, что это даже как-то осмысленно, если честно, но все равно запишу. В общем, я буду показывать примерно датсети андийских языков, которые выглядят примерно так. Куча строчек, это все словари. Нас будет интересовать столбец IPA, который, собственно, отвечает за звуки. Дальше я буду их называть просто сегментами. Можно посмотреть на сами системы, они очень разного размера, хотя не без косяков. То есть, я пока это и посмотрел, я вроде как увидел там еще какие-то проблемы, но вы видите, что в разных языках есть разный инвентарь звуков. Иногда он там большой, иногда он маленький. Где там? Андийский, вот вообще крошка. Тут всего ничего звуков, а не знаю. Там есть какой-то чемпион, но он псевдо-чемпион. То есть, Индинский тут выступает в качестве чемпиона, но это из-за... Нет, Чемалинский. Вот Чемалинский там бред чемпион. Но это из-за того, что там у всех властных есть аналог с... Двумя разными типами ударения, в общем, это скорее связано с этим. Плюс еще какой-то глюк со звездочкой, я думаю, что это неучитаемая штука просто. Вот, соответственно, такие системы, понятно, что они по-разному будут себя вести. И давайте я покажу, какие там данные. Данные примерно такие. То есть, там 8 языков. Можно обратить внимание, что здесь 4 и 5 строчка. Это один и тот же язык, вот русский, но два разных словаря. И в этих словарях там разное количество слов. Я сейчас понял, что там вообще-то есть дубликаты, и я их не убирал. Но я надеюсь, что это не страшно. Вот. Дальше я решил посчитать энтропию. Кстати, возможно, можно сделать вот так вот, и тогда она будет чуть получше. И, возможно, то же самое можно сделать вот так вот. Тогда я беру дублирующиеся слова, повторяющиеся слова. Но это прямо особо ничего не поменяет. Вот мы посчитали энтропию. Я, во-первых, убрал все, что связано с ударением. Во-вторых, я взял только гласные. И считал энтропию на основе гласных. То есть мы берем весь словарь, считаем его корпусом, и после этого я считаю, типа, долю каждого гласного в этом корпусе, ну, в этом словаре, и после этого считаю энтропию на основании долей, которые представлены в каждом из корпусов. Понятно, что в словаре корпуса это разные вещи, потому что даже словарь, на самом деле, вел себя очень странно. Я случайно это обнаружил. Дело в том, что в корпусах там слова все-таки устроены по какому-то, ну, упорядоченному, ну, слова как бы там присутствуют в соответствии с частотностью слов, а в словаре они присутствуют не в соответствии с частотностью слов. Это, конечно, уже будет накладывать, что мы будем сравнивать частотность каких-то штук в корпусе и в словаре, потому что мы будем наблюдать всякие странные эффекты. Ну, и вот, я, соответственно, дальше решил посчитать, что будет, как, собственно, вот эта доля изменяется в зависимости от размера словаря, который мы берем. И важно, наверное, понимать, что я их перемешиваю, потому что, если не перемешивать, получается странная картина. Вот, допустим, я возьму все словари по упорядку и выберу там, я решил выбрать три гласных, и вот получается вот такая вот картина. То есть, у нас есть разные словари, и на самом деле, вот мы видим, что частотность А в самом начале слишком высокая, да, то есть она высокая, а потом опускается вниз. И какое-то время держится, а потом резко спадает. Где-то на тысячном слое, ну, в общем, что-то такое. Это связано с тем, что словари упорядочены по алфавиту, и поэтому сначала там смотрятся слова на А, поэтому это дает буст словам на А. Поэтому я перемешиваю все слова в каждом из словарей, получаю такую мешанку, и после этого запускаю. Тут тоже самое получается вот такой график. Он такой более ровный, как вы видите, да, это связано с тем, что нет вот этого буста. А, в результате все выравнивается, все красиво, да, сходится в каком-то значении, и почти от него не отвлекается. Да, можем посмотреть повнимательнее. И это как-то не зависит от языка. Единственное, что странно, что в индийском все сходятся в каком-то одном значении, типа 1 треть. Получается, что А и У там как бы одинаково частотные, когда в других языках все время А более частотнее, чем... А всегда частотнее, чем остальные. Ну, например, в Ахлавском сливается и, и У, которые не так явно сливаются в других языках. А так, более-менее тенденция, что у нас есть А и У. У самый редкий и почаще А самый частый. Вот, соответственно, ну, ничего не видно на этих картинках. Конечно же, не видна вот эта вот идея Сережи, что у нас будет какой-то большой буст, и какие-то языки выйдут вперед. Но это не видно исключительно потому, что тут шкала маленькая. Поэтому я предлагаю взять и ограничить шкалу, например, первыми двумя 150 слов. И тогда, возможно, что-то получится. Что-то пошло не так. Сейчас. Давайте я с самого начала запущу. Тут что-то и гласный выпало. Это прям совсем странно. Ну вот. Если мы посмотрим на первые 250 слов, то мы видим, что за 250 слов где-то вот эти частоты выравниваются. И, конечно же, хочется проверить, не получается ли так, что, например, Ахвахский выравнивается дольше, чем, скажем... Кстати, он что-то вообще не выравнился. Мы вроде видели, что в Ахвахском... А, нет, в Ахвахском все сливается, да. Ну вот в Ахвахском он где-то за 100 слов вышел на какие-то значения, от которых он почти не колеблется. В андийском... Вот непонятно. Возможно, они еще не сошлись в андийском. Во всех остальных местах все как-то поспокойнее. Хватает, наверное... Ну вот. В Каратинском явно хватило 50 слов. В Тиндинском чо. Ну, в Тиндинском тоже хватило примерно 50 слов. В Гадабиринском тоже хватило 50 слов. То есть, мы видим, что в целом действительно вот эта вот разница, которую мы видели раньше, возможно, играет роль. То есть, вот у нас есть Ботлихский, который самый простой, и Саидовая Бусова. Ботлихский, и Саидовая Бусова. Вот это вот. И вот за 50 он, конечно, сошелся в Армении. Ну, может, это я просто хочу видеть. На самом деле, он его еще трясет, но уже незначительный. Так что видно, что более-менее за 100 все сходятся. И вроде как некоторые сходятся и пораньше. Конечно, наш Ботлихский, Саидовая Бусова, в этом смысле нас подвел. Но если мы посмотрим на Гадабиринский, он вообще суперстабильный. Он такой, бац, все сошелся. И дальше уже... Ну, вот как раз, мне кажется, что 57 слов хватит, чтобы сошелся Гадабиринский. 50-70 слов достаточно, чтобы сошелся Каратинский. И, видимо, это не совсем правда про Ахвакский, у которого энтропия у нас самая большая. Тоже мы ожидаем от Чималинского, видимо. Чималинский тоже должен как-то не очень хорошо сходиться. Но это мы тоже видим, что что-то такое происходит. Являются ли эти графики... Можем перезапустить, чтобы график перерисовался и получилась какая-нибудь похожая или не похожая картина. Является ли вот такое тыканье в графике прям настоящим анализом, не уверен. То есть, например, вот я перерисовал, это значит, что сомпланивались слова по-другому. И вот уже Чималинский как-то даже прилично себя ведет. И, ну, на 570... Может быть, ну да, где-то так. После 75 уже как-то нормально себя ведет. И Ахвакский здесь тоже как-то... Ну, на 50 он еще не сошелся точно, но вот через какое-то время... Ну, тоже вот на 100, на 100 все-таки Ахвакский и на 100 сходятся. Вот. Так что... А все остальные действительно... Вот этому прям опять хватило. Гальбаринскому хватило 50 слов. Ну, здесь непонятно. 50, слеж 70 к каратинскому. Ну, в общем, вот. И вот я не знаю, насколько это соотносится с идеей Сережи. Я, когда анализировал и говорил про связь энтропии системы с чем-то таким, то я имею в виду вот это. И я думаю, что если вы будете обучать, например, POS, POS, Tagger, то он будет работать примерно аналогично. В смысле, что я имею в виду? Что у нас есть какие-то там, не знаю, глаголы или существительные, которые встречаются кучу раз. И частицы, которые встречаются там, не знаю, пореже. И в результате это будет влиять на, собственно, частотность. Если у нас там, например, бывает язык там без частиц, или там их совсем мало, то чтобы отловить все это вот возможные варианты, нужно больше данных. Вот какая-то вот у меня такая идея, которая кажется очень естественной, и это полностью повторяет Сережа на идее. И если мы там что-то обучаем, то ему тоже вот, собственно, нужно... То есть, мне кажется, что это будет связано с энтропией. Если у нас есть какие-то странные части речи, нижние, и есть дисбаланс в частотах, то тогда это поднимает энтропию, и это как раз усложняет любое обучение. Вот.